Спортивная борьба среди дошколят. Такое увидишь нечасто. Во дворе школы номер 4 собрались участники спартакиады «Малышок» из 53 детских садов. В команде 6 участников, по 3 мальчика и 3 девочки. Как заявляют организаторы, это самое массовое детское мероприятие в регионе. Задача участников спартакиады «Малышок» – пройти два лабиринта. Это так называемое микроориентирование. Разработчики маршрута уверены, у этой игры есть важная цель – научить малышей работать в команде. Мы вводим наших детишек до седых волос за руку, боясь отпустить и боясь позволить им принимать самостоятельные решения. Вот сегодня с точностью это наоборот. Принимать самостоятельные решения и взаимодействовать в команде. Малыши должны по карте найти контрольные пункты и поставить в своих игровых карточках отметки об их прохождении. Как во взрослом ориентировании, пункты оборудованы компостерами. Мы приезжали на тренировку и мы подготовились к этому отважно и мы ничего не боялись. Нам главное – это победа. Перед участием в спартакиаде дети и педагоги садов проходили тренинги и слушали лекции инструкторов. Поэтому предложенные на финальном этапе задания для них не новые. Готовились на территории нашего детского сада. Тоже у нас были разметки спортивного лабиринта. Рисовали со Светланой Геннадьевной, инструктором физкультуры, карту местности нашего детского сада. Выезжали на тренировки в детский парк, в детский сад 29. Детям нравится, детям хочется участвовать. Правда, ребят? Да! Дошкалята задания проходили с улыбкой, зато родители нешуточно переживали. Для них малышок не только веселое игра, но и соревнование, где важен победитель. Очень переживательно для родителей в первую очередь, конечно. Дети как-то более спокойно к этому относятся, а мы, конечно, очень все переживаем. Надеялись, что проявит, так скажем, смекалку. Ну, в принципе, да, оправдала ожидания. Контрольные пункты организаторы разметили по всему школьному двору. Поэтому малышам пришлось не только подумать и порассуждать, но и побегать на дальние дистанции. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иванова.